Продолжение следует... В церкви мы кажемся намного пассивнее, ставя на первый план борьбу со своими страстями и свое спасение. Не кажется ли вам, что это немного эгоистично? Что вы об этом думаете? Мне не кажется это эгоистичным, потому что православие открывает человеку глаза на то, какой он есть. Продолжение следует... Понимаете, вот допустим, человек попадает в больницу, ну пусть у него сломана нога, он болеет. Что он будет делать? Скажите, он пойдет на работу или он будет все-таки лечиться? Конечно, он будет лечиться сначала. Для чего? Для того, чтобы потом оздоровевшим, выздоровевшим, принести больше пользы. Потому что если он будет больной, недолечившись на работу, ну он опять заболеет. И понимаете, что Византия и мы, мы такие. Весь Восток такой. Восток весь устремлен на совершенство человеческого духа. Мы такие есть. Это православие. Мы взяли именно эту черту Евангелия. У нас были проповедники, и сейчас они есть, и миссионерство. Все это есть. Вот на втором плане. Первое. Это будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Совершенство же это должно осуществляться через помощь ближним, через разные моменты. Это совершенство не должно у нас, к сожалению, как некоторые думают, отвергать именно активную благотворительность, доброделание. Зайди в любую очередь в православном храме, и вообще увидишь, какие православные люди. Каждый хочет быть первым. Особенно в очередь за святой водой. Все. Что же касается баптистов, знаете, ну я с ними общался очень долго, 50-ники баптисты, адвентисты, то есть я с ними был большой опыт, поэтому что могу сказать. Понимаете, человек вчера был наркоманом, вот валялся в грязи, в судорогах. Сегодня он говорит, я проповеду Иисуса Христа распятого, я спасен, ты должен меня слушать. Ты кто такой вообще? Ты хоть одну страсть научился побеждать? Ты что людям-то сейчас пойдешь говорить? О том, как можно, как Дэвид Капперфиль по мгновению палочки измениться, это неправда, это ложь. Апостол Павел перед тем, как выйти на проповедь, вот они все говорят о том, вот апостол Павел, апостол Павел, апостол Павел. А ведь никто не говорит о том, что он в Аравии провел несколько лет, прежде чем вышел на проповедь. Он в пустыню ушел. Для чего? Для того, чтобы познать свои грехи. Для того, чтобы познать вообще, а что в жизни он должен делать. А они уже сразу из грязи пошел, в душ помылся и сразу пошел проповедовать. А потом начинают целыми стадионами, собирают инвалидов рядами коляски, всех исцеляют. «Аллилуйя, ты спасен», все прочее. Даже Христос такого не делал. Вот так вот рядами Господь никого не исцелял. Такого не было. Они просто, это даже, ну, это кошмарно. И на самом деле, что я могу сказать, что сегодня, когда вот посмотришь, если увлечемся внешним, да, мы, конечно, начнем им завидовать. Они всегда улыбаются, у них нет скорбей. Понимаете, скорбей нет у людей. Православные все постоянно в скорбях. Постоянно какие-то мучения, скорби, трудности. А у них все по-другому. Почему? Потому что у них вера другая. Если ты скорбишь, брат, тебя Бог не благословляет. Это ты неправильно живешь. Ты должен купить машину, у тебя должно быть много детей, у тебя должно зарабатывать много денег, у тебя должна быть земля. То есть ты должен быть благосостоятельным, хорошим человеком. Это значит, я Бог благословил. Вот как они мыслят. Понимаете? Так мыслил Ветхий Завет. Они говорят, мы евангельские люди. Такие вы евангельские люди. Вы на себя посмотрите со стороны. Вы все полностью погрязли в стяжании материальных благ. Вы благословение Божие, иначе не мыслите. Я ни одного протестанта не видел в своей жизни, который бы мыслил о духовном. Хорошо. Пусть бы это было бы у них все нормально. Тогда где заповедь? Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Ни один из протестантов о совершенстве вообще никогда не говорит. Где девственники у протестантизма? Ладно, монахи, не говорю про монахов. Не надо монахов. Пусть монахи — это вот православие только. Мы изобрели, пусть это наше. Пусть. Но где девственники, которые были в Древней Церкви? При храмах по 700, по 1500 было девственниц только одних. Где они? Понимаете? Где Евангелие-то? Ведь Евангелие — это прежде всего аскетизм. Это девство, это целомудрие, это нестяжание. Где оно? Нету. Все поголовно женятся. Если ты не женат, если у тебя, брат, тебя Бог не благословил, ты что-то тут неправильно делаешь. Тебе надо покаяться. И когда на все на это смотришь и думаешь, еще они нам говорят, что у нас Ветхий Завет, но это просто вообще беспредел какой-то духовный. Хула на Святого Духа прям. Сами живут Ветхий Заветы полностью. Евангелие только на словах. Полностью погрязли в миру и удивляешься даже. Как так? Живут просто в сказках. О том, где православные чумные, плохие, заторможенные, вообще эгоисты и прочее. Не эгоисты мы. А просто мы переживаем о том, что действительно мы больны. Как вот ты, если ты болен, как ты можешь человеку помочь? Что ты, если ты, допустим, пьянствуешь там или еще там что-то? Да, они, конечно, это все, у них этого нет. Они не пьют, у них все это очень строго. Очень строго. У нас такой строгости, конечно, нет. Не помешало бы в некоторых случаях. Но, тем не менее, то есть, если все это взять просто в совокупности, то есть это будет неверно. У них отсутствует то, что присутствует у нас. А то, что присутствует у нас, стяжание Святого Духа, стремление к совершенству, причащение Божества — это главное. Главнее этого в христианстве нет. Ну, а остальное уже все потом. Это не надо отвергать, это тоже надо воплощать и делать. И многие с детьми миссионерствовали, трудились, и мы сегодня это многие делаем. Но это не значит, что мы бросили свой эгоистический путь, познание самих себя, и бросили спасать кого-то. Нет. Мы это все пытаемся совмещать. Поэтому и времени не хватает. А у них они с утра до вечера, понимаете, ездят и говорят. Читают Библию, рассказывают людям. Целыми днями они занимаются только этим. Кажется, Библию забери, человек умрет. А преподобный Сеон Афонский что говорит? Если у нас Библию сейчас отнимут, мы ее заново напишем. Не слово в слово, но Дух, живущий в церкви, заново составит новую Библию. Потому что Библия, она живет в церкви. Мы не боимся потерять букву, мы боимся потерять дух. Помири Господи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok